Привет всем! Хочу показать вам свои прекрасные пеларгонии, которые расцвели у меня на сегодняшний день. Сорт я не знаю, я только знаю, что это королевская пеларгония. Она очень крупная, красивая, насыщенная. Это один цвет и вторая расцвела. А вторая вот такого цвета. Она немножко помельче, но очень-очень красива. Я ее вынесла на улицу, на дворе ночью еще мороз небольшой. Ноль там, плюс один, минус один. Три дня постояла и немножко начала подпортиться. Листики скрутились. Ну, это не беда. Главное, я ее не оставляю дальше. Но посмотрите, какая прелестная пеларгония. Название, к сожалению, не знаю. При покупке мне названия никто не сказал. И это тоже замечательно. Это только те пеларгонии, которые расцвели. А другие расцветочки... У меня очень много сортов и плющелистных, и королевских, и розы будные всякие. Просто в данный момент те сорта еще не цветут. Они полностью в бутонах, но еще не распускаются. Поэтому нет смысла их показывать. У пеларгонии бывает, что листочки желтеют, и их нужно обрывать. Обязательно, во-первых, они теряют декоративность. Во-вторых, они вытягивают соки с растения. У этого растения много бутончиков заложилось. Вот верхушечных тоже черенков много. Я ее прищипывала для того, чтобы были боковые побеги. Видите, как получилось? Верхнюю часть прищипнула. Самый верхний стволик. И с паузух листиков просыпаются боковые побеги. И они тоже становятся полноценными веточками. Их можно укоренить, а можно любоваться цветением. Вот видите, какой бутончик красивый. Для того, чтобы королевская пеларгония у вас зацвела, и цвела все лето практически, нужно выдержать температурный режим. Зимой ее нужно держать в прохладных помещениях. Или поближе к стеклу. И тогда будет режим соблюден. То есть днем тепло, когда падает солнышко, отопление греется, а поближе к стеклу перепад температуры получится. И таким образом мы стимулируем цветение. Вот когда бутончик отцвел, вот так как здесь осыпались лепесточки, его нужно удалять обязательно. Удалять просто, оборвать их все. И здесь, видите, обломала. Эта кошечка у меня побаловалась, уронила горшочек еще. И некоторые листики, вот покажу вам, погнулись. Этот погнулся и отломался, не до конца и засох. А вот этот вот при падении просто повредился. Его тоже желательно оборвать. И долго растение не надо держать. Вот отцвело растение, нужно бутончик снимать. Или хотя бы вот эти цветочки отцвевшие. Потому что он начинает, серединка завязывается, семена. А семена в данном случае нам не нужны. Вот, смотрите, семена. Семенная коробочка завязывается, утолщается. Стволик утолщается и прекращается цветение. Так как завязываются семена. А бутончик этот может и тормозить в росте. И цвести не будет. Мне это не нужно. Сейчас весна. Хочется королевских цветов. Это же королевская пеларгония. Поэтому нужно обрывать лишнее. В следующем своем видео я расскажу вам про плющелистную пеларгонию. Как за ней ухаживать. Как сделать так, чтобы она пышно цвела. Чтобы был пышный кустик. И наращивал побольше бутончиков. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...